Вспомните, пожалуйста, начало войны. Как вы узнали о начале войны? О начале войны жил я Луначарского 29. Старинный дом деревянный. Окна выходили в сад. А там Николай Игнатьевич. У него машина была. Он ее ремонтировал, купил где-то что-то, чего-то, и он ремонтировал, и все. А тут по радио черный такой репродуктор. Это тепло. В это время было тоже. Братья, началась война. Ровно в 4 часа нам объявили, что началась война. Я ему кричу, Николай Игнатьевич, война началась, и все. А моя мама, она, значит, говорит, сынок, давай иди туда, вот здесь вот, на болото, в магазин пути будет. Вот. Ну, я что-то побежал туда-сюда, а там полки уже пустые. Вот моя встреча войны, это мое. А мне было сколько? 15 лет. Понятно. Что вы думали тогда о причинах войны? Как? Что вы думали тогда о причинах войны? О причинах? Да. Ну, я не могу, конечно, сказать. Я имею только свою точку зрения как офицер. Понятно? Угу. Вот. Какая ваша точка зрения? Моя точка зрения, что Гитлер хотел все иметь. А почему? Франция, Италия, Испания, и все у них вот так. Давай сюда вот рванем. Вот оно где. Пожалуйста. Понятно. Слышали вы речь Молотова 22 июня 1941 года? Так. Молотова. Молотова? Да. С 41-го года? Да. Я знаю о том, что Сталин, он как-то был парализован. Угу. Вот. Говоря о Сталине, слышали вы его речь 3 июля 1941 года? Как? Я слышал его речь не всю, конечно, я и не помню. Но его последнее, ну и последнее, первое, что врать будет разбит и победа будет с нами. Вот это его слова. Угу. Угу. Какое впечатление они произвели на вас тогда, его слова? Ну что я был пацан? Ну что, какое впечатление? Вперед на запад, где солнце всходит. Понятно. Расскажите, пожалуйста, когда и как вы были призваны в действующую армию? Ну, действующую. У нас не было тогда действующей армии. У нас был один только призыв в армию. Вот. А вот действующую, это я уж не знаю где, когда вот, но это действующая. Угу. Ну а когда и как тогда вы были вообще призваны служить в армию? Ну что, я могу сказать только одно. Первое мое боевое крещение это было Львовско-Курская дуга. Вот она здесь. Страшно было. После Курска, вот на Львов, вот мы пошли, вот в этот момент, вот я вот туда и попал, вот молодой солдат. Ничего страшного. Ну страшно было, конечно. Георгий Андреевич, вспомните, пожалуйста, один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов с вашим участием. Какая минута, день, события были самыми трудными, тяжелыми, опасными? Вот. На все вот это вот я могу ответить. Что самое такое. Ну, такое, боже мой, я не знаю, как это выразиться, конечно, нельзя. Вот. Вот. Ну, 2 мая в Верине-то на танке-то я подорвался. Я в танке-то. Ну, 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 ну. А вот в Прагу. Вот это вот мне все запомнилось. Злато-Прага. Злато-Прага. Ну, Золотая Прага, ну, по-изнему, по-чешски. По-чехословакски. Злато-Прага. Вот это было символ уже. Но перед этим, когда мы уже в Берлине, уже вот 2 мая, уже в Берлине, а нашу армию, третью танковую, вот туда и давай, на Прагу. И вот мы, вот мы трое суток, граница Германии и Чехословакии. Так мы трое суток, вот так вот. Вы знаете, какой город? Нет? Нет? Расскажите. Расскажите. Вот. Так вот, германская, тогда еще Германия была, вот, и Чехословакия. Рудные горы. Так вот, мы трое суток вот так, вот эти рудные горы на танках. А сколько увидела там, вот. Вот это. Какое событие запомнилось, как радостное? Вот в этих горах. Вот когда мы ехали, эти рудные горы, Чехословакия, там вот это, вот, и все уже в парусе. Победа, победа, все. А что за победа? Кто? Чего? А нас же обстреливали, там были немцы. А когда мы вошли в Прагу, город Прага, столица Чехословакии, А там завод Шкода. Вы знаете машину Марко, да? Шкода. Это сильный, ну, в то время, такие легковые машины. Так вот, на этом заводе Шкода, нам немцы там, нет, там власовцы наши, русские власовцы. Вот это хорошо мне запомнилось почему-то. Говоря о власовцах, приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах, других предателях? Как? Приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах? Нет. Ну, приходилось? Нет, нет, нет. То есть вы не знали о существовании власовцев? Нет, не знал. А когда вы узнали, какое ваше было отношение к власовцам? Вот, какое отношение было, вот, это 6 или 7 мая 45-го года, в Праге, это завод Шкода, там власовцы, там не было. А чехи нас бочки в вина выкатывали, там и все, и целовали, и все, боже, тебе бой, это страшное дело. Ну да, вот. А власовцев, я вот с ними встретился только лишь, вот, город Прага, от него там, ну, 12-14 километров был. Ну, населенный был. Мельники, 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 наверное, сейчас я не помню. Вот. И все, я написал в Радушище. Жив, здоров, Иван Петров, хочу поехать в танковое училище. Буду жить. Понятно. И вот когда, нет, ну, вы не поняли. А вот когда нас 8 тысяч, 8 тысяч желающих поехать, не то чтобы в Россию, а в училище военное. А я уже солдат, мы, а что я буду гражданки-то делать? И вот что получилось. И вот мы едем в станцию ЧОП, знаете, нет? Нет. Нет. Не пошли. Станция ЧОП, это пограничный пост Чехословакии и Советский Союз. Все из Праги, все мы едем, и все вот так вот. И ЧОП, это станция, он, ну, как Брест, у нас бывший Брест. Вот так вот. А этот ЧОП оттуда, с южных стран. Ну, и что дальше получилось-то? Наш эшелон пришел. В Россию едем. Да, ну, вы че? Эшелон. Власовцы. О, земляки. Я оттуда, я оттуда, а ты откуда-то вот так вот, и все. Третий эшелон подходит здесь же, пленные немцы. Они вот так, чтобы эшелон остановился, они там котелки, костер там, и все так, и все спокойно. А у нас таких власов там с автоматами держали, так вот они только вышли, ну, в товарной вагоне, откуда-то. Выглядывали. Вот так вот, да. Вот она где, у меня первая встреча с власовцами, то есть это вторая встреча. Первая встреча в Праге, а это уже, вот так вот, душенька. То есть у вас не отрицательное было отношение к власовцам, когда вы их встретили? Ну, у меня одно понятие такое все-таки, что власовцы, вот, надо кого-то винить, то Бог виноват, то кто-то виноват, да. Ну, пускай он был, Власов, я не знаю, Власов он был и нет, ну, был он и не был, вот, вот, власовцы, ну, предал армию, это да. Сейчас идут попытки, попытки оправдать власовцев, как ваше отношение к этому? Нет. То есть не стоит их оправдывать? Зачем? А к чему, вот, я вам скажу, вот, к чему это все, вот, потому что, вот, их ты власовцы, ты такой, ты пандера там, ну, сейчас этого нет. Нет, ну, нет, все, у нас нет уже, это власовцы, кто ты такой? Нет, мы сейчас все равны, все говорят, коммунисты, ребята, я тут, так точно, так нет. Вот у нас что? Ну, я, откровенный человек, меня затаскивали в коммунистическую партию, это в Германии. В Германии. Вот когда я учился, закончил, в 50-м году, 23 февраля, я закончил артиллерийское, сумское артиллерийское, красно-знамённое училище. — Возвращаясь к начале войны, хотела бы задать вам такой вопрос. Мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Что для фронтовиков было источником мужества, с вашей точки зрения? — Моё мнение такое, что я не знаю, изо всех солдат, конечно, моряков или пехоты, за танкистов я даю гарантию, что мы честно выполняли, и никакой у нас не было там «у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ну в смысле этого. Ты мой друг, ты мой брат, вот и все, экипаж, машины боевой. Можете ли вы рассказать о подвиге, которому были свидетелем? Подвиг, который я был свидетелем. Да, могу. Расскажите, пожалуйста, вкратце. Мой командир бригады, полковник Николавачев. Это дело было на Висле. Он в полушубке. А он сам из Брянска, Брянский. Но он был во время, то есть до войны он служил на Дальнем Востоке. Война началась и все. Какой его подвиг был? Да? Какой его подвиг? Вот его подвиг был такой, вот, может, и герой. И подвиг, ну, последний это его подвиг был. Город Лаубан. Знаете, нет? Нет, да. Вот. Это Лаубан, это... В Германии. Угу. Вот. И вот, значит, наша бригада, она выходит... Город Лаубан, мы там две недели простояли, а немцы, там не то, что немцы, а там это власовцы, снайпера. Город Головачев, он дал команду, то есть не дал команду, а он избрал. Желающий, куча тужи, снайпера, который стреляет, да я не знаю, там сколько, там, пять-шесть, там, было их. Вот. Команду выполнили. Вот. Прекратилось это, приселся. А дальше, там, это, нам, ну, ни танки, ни машины, там, ну, мостики, знаете, это, в Германии такие легкие, все-таки, которые не для нашей техники. И все, дал приказ, к седьмому танковому корпусу, сюда, обратно, вернуться и вперед не надо идти. И вот здесь Головачев, он проявил такую мудрость. Он, значит, замок, помок, там, вот так, вот здесь, вот, там, 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 ну, войска надо вывести, чтобы без обстрела. Обстрелили и с этой, и с этой стороны немецкие группировки, там, вот так, вот так, а сам он там остался. Только не, не один, а, ну, конечно, пять-десять танков, может быть, и еще там рота солдат, может быть. Вот, да, вот, когда все-то разгромили, справа-слева, то, которое нас обстреливали. Он сидел на танке, ну, на гуке, Головачев, фамилия его. Говоря о наградах, имеете ли вы награды? Какие и за какие заслуги? И какая для вас особенно дорога? И почему? Ну, ценись и сами. Какая для вас особенно дорога? Особенно, да. Да. Завзятие Берлина, ну, а что это? И освобождение Праги. Понятно. Такой вопрос. Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? Были ли сомнения в победе? Я не могу ответить на этот вопрос. Вот. Угу. Ну, могу только рассказать одно. Вот. У меня был лучший друг. Школьный. Ну, пацаны еще были. Угу. А у них папа. Ну, он член партии. Ну, до 41-го года. И потом, наверное, он был. У него папа, а мама тоже, ну, симпатичная такая еще. А вот их сынок Юра. Война началась, когда, в 41-м году, и все, ну, туда-сюда. А я вот за хлебушку побежал в магазин, я рассказывал, да. Мама-то меня посла, а там ничего нет. Я к ним забежал. Война, война, война. Война, война. Так она что мне, это Валентина Ивановна, это жена. Угу. Ну, отца. Мать Юрки. Герочка, Герочка. Война, да я знаю, Валентина Ивановна. А чем у пацаны еще? Война, война. Вот немцы, немцы придут. Только не говори, что наш папа партийный. А, вот это, да. А я сказал, пацаны все, Валентина Ивановна, но не придут сюда немцы. Угу. Нет.